Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Наконец-то наступил тот период, когда не только в теплице, но и на улице у меня поспели мои томаты-гиганты. Очень люблю крупные томаты, как красные, так и вот эти вот желтые, вот это алтайские, оранжевые по-моему. Не помню точно, надо по плану посмотреть. Но сейчас мой видеообзор будет про сорт Инна. Это очень крупный, такой классический русский помидор. Вот видите, какой он у меня в руку не влазит. 500-800 граммов. Он очень вкусный, очень сладкий. Все очень-очень-очень. Также очень требует ухода, потому что, естественно, и посынковать, и подвязывать его надо. Вы понимаете, что такие плоды, вот в таком количестве, как они облеплены на кусту, вот я сейчас сорвала, вот видите, уже даже завалился один. Куст не выдержит. Требуется и посынкование, и подвязка. Но если у вас есть время и желание поухаживать, то в результате вы получите вот такой вот огромный, сладкий, вкусный, сочный помидор Инна. Он у нас не очень распространен. Почему-то я тоже не смогла его, когда хотела найти, купить в магазине. Заказывала у частного селекционера, поэтому у меня ни пачки, ничего нет, ни описания. Я только знаю, что он очень вкусный, очень сладкий. Я его люблю, каждый год высаживаю. Плоды такие, как сказать, тяжелые, мясистые, сахаристые. Вот это для любителей крупноплодных томатов. Я уже рассказывала про любимый праздник. Он тоже крупный, вкусный, хороший. Ну тот розовый, как сердцевидный вытянутый. А этот красный, круглый, классический вот такой русский томат. Все, видеообзор краткий, про него и даже сказать нечего. Вы видите, что он, это как крупный, обыкновенный помидор русский. Как раньше, в деревне у бабушки вот мы выращивали всегда. Я всегда их любила. И сейчас я такие томаты, несколько сортов тоже выращиваю. Несмотря на то, что их надо и посынковать, и подвязывать. Хотя уже новые появились, которые можно без этого обойтись. Но вот таких вот 2-3 сорта в своем огороде я все равно всегда высаживаю. Несмотря на то, что они отнимают много времени. Вот рекомендую вам томат Инна. Это крупноплодный. Если вы решитесь 2-3 сорта крупноплодных все-таки завести на своем участке, выращивать. Растет и в теплице, растет и в открытом грунте. Но еще раз повторю, требует и посынкования, и подвязки. С этим запросто не обойдешься, посадил и забыл. Но зато вознаградит вас вот такими крупными, можно сказать, огромными томатами, гигантами. Все, это краткий видеообзор.